Дума 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 В ДВЕ КОРОВИТЕ Он чувствует себя прекрасно и, конечно, пока не понимает, почему к нему теперь приковано столько внимания. На самом деле, ребенку повезло, что остался жив. Как известно, часто в ходе таких мероприятий иностранные спецслужбы свидетелей не оставляют. Боевики в Думе вообще бросили много улик. Судя по всему, там что-то пошло не так. Вот в этом зале госпиталя Думы активисты организации «Белые каски» снимали последствия химической атаки. Теперь понятно, кадры постановочные. Об этом говорят и сотрудники больницы. И сегодня в госпитале та же смена, что дежурила в день инсценировки. Медработник рассказывает, как развивались события 7 апреля. Ну а тут еще один фрагмент пазла, который позволяет взглянуть на всю картину в целом. Подпольная лаборатория радикалов. Судя по всему, боевики использовали эту подпольную лабораторию для того, чтобы подготовить провокацию с использованием химического оружия в Думе. Здесь производили хлор, здесь же найдена техническая документация и реагенты. Боевики могли производить здесь отравляющие вещества для собственных военных целей. В Сирии за последние несколько лет независимыми экспертами зафиксировано десятки случаев применения химоружия радикалами. Но на Западе эти случаи не замечают. Впрочем, понятно почему. Евгений Поддубный, Александр Пушин и Станислав Еловский. Вести. Из Думы. Провинция Дамаск. Сирия.